Путь победы покажут жителям Варшавы. В Российском центре науки и культуры польской столицы открылась выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от фашистской оккупации. С уникальными материалами, которые многие годы хранились под грифом «Свершенно секретно» ознакомилась моя коллега Дарья Григорова. Вчитаться в документы, вникнуть в карты. Посетители выставки «Путь к победе» пришли увидеть историю своими глазами, а некоторые и вспомнить освобождение от гитлеровцев. О том, какой ценой для Красной Армии досталось это освобождение, и напоминает выставка больше 600 тысяч погибших солдат и офицеров, среди которых и поляки. В советском тылу формировались первые части войска польского. Десятки тысяч поляков пополняли ряды Красной Армии и сражались плечом к плечу с советскими солдатами. Вместе они положили конец фабрикам смерти, Аушвицу, Майдану, Кутребленке. Спасли от уничтожения не только исторический Краков и другие города, но и сам польский народ. Согласно чудовищному плану ОСТ, поляки подлежали полному замещению немцами. Тем не менее, открытие выставки официальные лица от республики не посетили. Польские власти выбрали другую линию поведения. Они делают вид, что они не замечают того, что мы делаем в преддверии 75-летия Победы. Историю освобождения Красной Армии народов Европы от гитлеровской оккупации сейчас вписывают в контекст, по сути дела, борьбы с современной Россией. Здесь не могли не вспомнить современную политику польских властей по ликвидации памятников Красной Армии. Закон от 2017 года предусматривает снос монументов по официальной формулировке, прославляющих тоталитарный режим. Приговоренными оказались 230 памятников подвигу Красной Армии. В список не попали, только захоронения. Вечная слава советским воинам, погибшим за освобождение Польши. Именно так написано на стелле на двух языках. На этом мемориальном кладбище похоронены больше 21 тысячи советских солдат. Это главный памятник красноармейцам в Польше. Можно убрать, принять самый нелепый закон, убрать все памятники. Но человеческая память живет не потому, что стоит памятник, а памятник стоит, потому что человеческая память жива. Совсем скоро в Варшаве отметят другую дату освобождения столицы Польши от немецкой оккупации годовщина 17 января. Дарья Григорова и Антон Чигаев. Вести из Варшавы.